В ОНУД продолжают косить траву. Так, например, в Железнодорожном районе работы провели в 10 скверах и более чем на 60 улицах. Из-за быстро растущей травы на некоторых участках косить приходится повторно. Работы у нас продолжаются. Дополнительные выделены средства с бюджета города на кошение. Сейчас мы готовим конкурсную документацию еще на три или четыре контракта. Мы будем косить вплоть до конца сентября, чтобы на следующий год, во-первых, не было жалоб у населения на наличие травостоя, в том числе у аллергиков. И, во-вторых, на то, чтобы не было весной у нас сухого травостоя, чтобы соблюсти все противопожарные меры. Процедура покоса также нужна для уменьшения количества сорняков. Некоторые из них несколько раз цветут за сезон и сбрасывают семена. Кроме этого, высокая трава – отличная среда для клещей. Поэтому, чем короче газон, тем ниже вероятность встретить маленьких кровопийц. Деревья и кустарники также приводят в порядок на территории города. Растения обследуют, после чего находят те, которые требуют обрезки. Приведение в порядок зеленых насаждений не только делает их красивее, но и безопаснее. На территории города Улан-Удэ учреждением проводится работа по обрезке древесно-кустарниковой растительности. Это у нас открытие дорожных знаков, треугольников видимости и тротуаров. Также жители могут обратиться по номеру телефона городского лесничества 699-320. Там подключены все мессенджеры. Можете отправлять заявки с фотографиями, с фотофиксацией. Помимо этого, можно оставить заявку в интернет-сервисе «Активный горожанин». В свою очередь, по поводу покоса травы обращаться нужно в администрацию района. Но это только в том случае, если речь идет о парках, скверах или магистральных улицах. А вот растущая трава на придомовой территории – обязанность управляющей компании. Егор Кокорин, Жаргал Сарендашиев, Алексей Ромашов. Новости дня.